в довершение всего сегодня мы сообщаем что релиз кольца вольвера от marvel запланирован на осень 2024 года и это эксклюзив для playstation 5 с января этот проект является лидером среди игр аа и ходят бесчисленные слухи о том какой именно в конечном итоге будет игра однако если это вас утешит insomniac сказали что он не так уж сильно отличается от того в чем они хороши в основном от spider игры для людей а это значит что скорее всего это будет приключенческий боевик действие которого также будет происходить в открытом мире а и Продолжение следует... Солнце – это точка соприкосновения с морем, чтобы скрыть это. Компания Bethesda Soft, работающая в Marvel Games, официально сообщила, что в сотрудничестве с Arkane Studios, те же разработчики, что и Дитлуп, Зедисанет Геймс. С 2021 года усердно работают над анонсом новой однопользовательской игры Огон Слэша от третьего лица с рейтингом зрелости, в которой главную роль сыграет Блейд, которая будет на самом деле действие происходит в Париже в разгар появления вампира. Теперь эта игра является эксклюзивом Microsoft и, возможно, выйдет в 2024 году, если не в начале следующего. А теперь запритесь покрепче. Рыцари только начинают. Индиана Джонс и Великий Круг достаточно честны с PC, PlayStation 5 и Xbox Series X, которые в настоящее время планируется выпустить в 2024 году. Великий Круг был анонсирован более двух лет назад, и это похоже на 22-й кинематографический тизер, настолько безопасный, что мы подумали, что это игра-головоломка. И еще несколько месяцев назад мы думали, что на самом деле это еще один отмененный проект. Несмотря ни на что игра находится в отличной форме. Это кинематографическое приключение от первого лица на движке Unreal Engine 5 от известных разработчиков всех видеоигр Wolfenstein. На протяжении всей истории человечество создавало места, имеющие огромное духовное значение. Если бы вы провели линию через эти древние места по всему земному шару, то получился бы идеально выровненный круг. У меня уже были стычки с этими ребятами раньше. Поверьте мне, это не прогулка по парку. Тогда все в порядке. Давайте посмотрим, сможете ли вы продолжать в том же духе. Что вы имеете в виду, если бы я мог не отставать от вас? В настоящее время ведется работа над рабочим названием Terminator Survivors или проектом выживания Терминатора номер 4, который мы анонсировали на IGN. Игрой на выживание в открытом мире в рамках продолжительной франшизы Terminator, разрабатываемой корейскими разработчиками Nacon. И мы наконец получили обновление, в котором на самом деле это трейлер к нему. У нас есть ранний доступ в Steam. Судя по всему, это эксклюзив от ПК до консоли следующего поколения. Эта игра выходит 24 октября этого года. Везде, где бы мы ни были, нас будут называть выжившими. Выжившие это мы. Как бы то ни было, после успешного ремейка Dead Space и ожидания в течение целого года Motive Studios теперь выпускает приключенческую игру для одного игрока Iron Man, которая в начале была только постоянным трейлером, мы получили обновленную информацию, а это тоже произошло недавно. Эта игра конечно же выйдет исключительно на ПК и консолях следующего поколения. И по своей сути будет игрой с насыщенным сюжетом, построенной с использованием движка Unreal Engine 5, и конечно же действия которой будет происходить в открытом мире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы страдаете? Блэк миф тем не менее является еще одной игрой АА, для которой мы считаем дни, но с момента ее первого выхода, который на самом деле состоялся уже более двух лет назад. Не говоря уже о том, что это на самом деле самый масштабный китайский проект в разработке с точки зрения предпосылок и масштаба. Я имею в виду, что это почти на том же уровне, что и игра честь королевского мира. В любом случае, я уверен, что большинство из вас уже знают об этом. Игра представляет собой приключенческий экшн в стиле Souls, созданный с использованием движка Unreal Engine 5, и основанный на величайшем китайском мифе и знаменитой истории путешествия на запад. В любом случае, хорошая новость заключается в том, что игра окончена девочка. Она наконец-то выйдет на ПК и консолях следующего поколения 20 августа этого года. Я знаю, как правильно называть вещи своими именами. Скажите мне, неужели мой вид обречен на истребление? Господь, учитывая мою жадность, это не судьба. Так вот оно, лицо того, кому суждено быть избранным, оно подойдет мне точно так же. Вы залиты кровью, но при этом проповедуете мир. О, ваша смертная добыча просветила меня. Что оправдывает ваше превосходство? Ваше превосходство. Ранее вас дразнили, как Будокая Тинкаичи под номером 7. А теперь у нас есть настоящий драконий шар, искрящийся Zero. Да, так что большинству из вас интересна эта сторона франшизы, и вы, вероятно, знаете об этом. Прошло почти 15 или даже 16 лет, с момента выхода предыдущей версии Бадакай и Кайчи, и франшиза уже много лет пользуется огромной популярностью. Бандл обещала выпустить эволюционировавший Dragon Ball Z Experience Asia с использованием Unreal Engine 5, и несмотря на название Zero, на самом деле этого не произойдет. Это будет не приквел и не сиквел, а новое начало и история как для новичков, так и для ветеранов. В любом случае, Sega Corporation, начиная с прошлого года, по-видимому, занята работой над ремастеризацией 12-летней Sonic Generations в нынешнюю Sonic X Shadow Generations, которая технически будет иметь только улучшенные визуальные эффекты, игровой процесс с частотой 60 кадров в секунду, добавление тени, его собственную сюжетную кампанию. И все это будет представлено как в 2D, так и в 3 уровня сложности, включая новые способности самого Shadow. Как бы то ни было, сейчас игра выходит на ПК, а на консоли обоих поколений она выйдет примерно в октябре этого года, и к ней тоже появится новый трейлер. Угроза нашим берегам. Неужели вы упускаете шанс ознакомиться с официальным объявлением об этом? На самом деле у нас появилась новая игра Wonder Woman, не похожая на ту, что была у нас раньше. Она выпущена компанией Monolith Productions с теми же людьми, которые работали над игрой Властелин колец и находятся в разработке уже более года. 2 года. Эта игра также будет приключением с открытым миром для одного игрока, как сказано во вселенной DC. В нее будут играть от третьего лица, но на этот раз оригинальной истории. В любом случае мы все еще ожидаем некоторого геймплея и релизного окна. У нас есть нечто, что вы когда-либо называли киборгом. С момента выхода почти год назад и по сей день, потому что вы пропустили это, это рогалик с быстрым сюжетом. Почти хакерская игра, описанная разработчиками как смесь жестоких боев, кровавых схваток и бесконечного повтора в сочетании с темпом повествования. Я имею в виду, что игра по-видимому представляет собой пространственно-временной кризис и основана на решениях. Вот трейлер. Эта игра появится только на ПК и консолях PlayStation, возможно к концу 2020 года. Анонсированные примерно месяц назад, теперь полностью озаглавленные NNRO, Demon Core, номер 11, который у нас есть, является первой работой разработчиков. Половина из которых была вдохновлена предстоящей эксклюзивной игрой Stella Blade для PlayStation. Приключением от третьего лица, которое включает элементы манипулирования временем в битвах с одной целью. В основном, вот и трейлер. Эта штука развалится на части только в середине-конце 2024 года, и мы только что подготовили для вас новый трейлер для тех из вас, кто его пропустил. Эта штука развалится на inside. С другой стороны, Your Defense Force 2 теперь выйдет на PlayStation 5, 4 и Switch только 23 мая в Азии, а затем, в конечном счете, несколько месяцев спустя, фактически 26 сентября. Разработчики объявили об этом по всему миру с английской озвучкой, субтитрами и всем прочим. Кроме того, как вы видите, в английской версии есть сезонный абонемент с бонусными персонажами и большим количеством миссий. Ознакомьтесь с ним на случай, если пропустите. Теперь это кооперативное приключение со стрельбой от третьего лица, или, как вы можете видеть, выполненное в воксельном дизайне. Начинаем! Субтитры сделал DimaTorzok Как было объявлено ранее, на самом деле, сегодня утром под номером 13, у нас здесь есть нечто под названием Somber Echoes, которое стало одним из шокирующих анонсов, с которыми мы сталкивались с 2024 года. Поскольку это новая работа той же команды, которая создала Луны, Безумие и Секунды. Эта намного лучше игра выглядит лучше, чем любая другая игра Metroidvania, которую мы видели за последние годы, даже новая игра Ubisoft Prince of Peorja. Эта игра в двух с половиной измерениях, похожая на Metroidvania Souls, действие которой перенесено примерно на 3000 лет в будущее. Не говоря уже о том, что она сделана с использованием движка Unreal Engine Fire. Сэр, мы начинаем нашу прямую трансляцию. И, наконец, последнее, но не менее важное. Я снова хочу попробовать Кефаль Безумный Джек. Это определенно не заслуживает почетного упоминания, и мы никогда не должны ставить эту вещь в конец какого-либо списка. Это один из самых крутых проектов в процессе разработки, вероятно, аналитик номер один среди игр стрелялок от первого лица, но тем не менее это однопользовательский экшн-шутер. Действие которого происходит в будущем, где человек и интернет слились в новое существо, которому каждые 10 секунд требуется дофамин, как и мне верно? В любом случае, иначе это убьет его. Как бы то ни было, предполагается, что игра выйдет на ПК только в конце этого года. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Составьте список пожеланий прямо сейчас. Кефаль Безумный Джек. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...